Житие Григория Богослова Вселенский учитель и святитель, друг, сверстник и сподвижник святого Василия Великого родился от благородных, небедных и благочестивых христианских родителей Григория, бывшего епископом Назианским, и Нонны, около 328 года. Благочестивая Нонна в молитвах своих просила у Бога даровать ей сына и обещалась посвятить его на особенное служение Господу, как нового Самуила. В сновидении открыты были ей образ и имя будущего сына ее Григория. Благословенный сын с рождением получил превосходный ум, расположение к наукам и уединению, созревшее под влиянием благочестивой матери, которая, занимаясь первоначальным его воспитанием, многократно внушала отроку, что он есть плод молитв и обета ее. Добрый сын слагал в сердце своем слова матери, которая говорила, «Я, как обещала, приношу тебя Богу, исполни же мое желание. Ты рожден у меня по молитвам моим, о том теперь и молюсь, чтобы ты был совершен. Вручаю тебе, сын мой, это драгоценное сокровище. Обладай им во всю настоящую жизнь твою, а в будущей получишь еще лучшее благо». Сын исполнил волю матери. «Меня не пленяли, — говорит он, — прекрасные волны шелковых одежд. Не любил я продолжительных трапез, Не любил присыщать чрево Эту погибельную мать плотовугодия, Не любил жить в огромных и великолепных палатах, Не расслаблял я сердце музыкальными звуками, Нежно потрясающими слух. Меня не упоевало негою Роскошное испарение благовонных мазей, Серебро и золото предоставлял я другим. Для меня приятен кусок хлеба, У меня сладкая приправа — соль, И питье трезвенное — вода. Моё лучшее богатство — Христос, Который непрестанно возносит ум мой горе, Не нужны мне честь, Которая проходит скорее разливающегося дыхания, И скорогибнущая слава. Неважно для меня иметь могущество в городах Или между гражданами, Увеселяться лживыми мечтами, Которые одна за другою приходят и исчезают. Но меня сподобил Христос преимущественной славы. Сперва дал меня в дар матери, Которая молилась из глубины сердца, И сам принял меня в дар от родителей. А потом ночными видениями Вселил в меня любовь к целомудренной жизни. С такой наклонностью сердца Святой Григорий занимался науками в Кесарии Каппадокийской, Учился в Кесарии Палестинской, Потом в Александрии и, наконец, в Афинах, Куда, плывя на корабле в месяце ноябре, Он чрезвычайно устрашен был морской бурею, Потому что боялся умереть без крещения. «Двадцать дней и ночей, — говорит Григорий, — Лежал я на корме корабельной, Моля милосердного Бога о спасении. И в этой-то опасности я дал обет — Посвятить себя Богу и по обете спасться». Григорий Прилежный долго занимался науками. В Афинах он совершенно познакомился и на всю жизнь подружился с Василием Великим. «Все познания, — говорит Григорий, — повергнув долу, — положил я к стопам Христовым, Чтобы они уступили слову великого Бога, Которая затмевает собою всякое извитие и многообразное слово ума человеческого». Григорий тайно оставил Афины, возвратился к родителям около тридцати лет от рождения И, приняв святое крещение, решился удалиться в безмолвную пустыню. Только усильные просьбы сограждан, которые надеялись иметь его наставником красноречия, А еще более любовь к престарелым родителям, для которых хотел он быть утешителем и помощником, Отвлекли его на время от исполнения благочестивого его намерения. Жизнь при родителях, возложившая на Григория обязанности хозяина и господина дома, Управление домочадцами, которые, говорит святой Григорий, К строптивым господам питают всегдашнюю ненависть, К ротким не имеют уважения, К злым не снисходительны, а добрым не благопокорны, На тех и других дышат неразумным гневом, А сверх того преимущество злых пред добрыми, Лихоимство блюстителей правосудия, Которые могут быть куплены тою и другою стороною, Невозможность с такими людьми без помощи Божией избежать Лихоимства, лжей и хитросплетений, Все это в полном свете показало Григорию превратность и тщету земного, И навсегда отвлекло высокий дух его от земли на небо. После различных неудовольствий в обществе, Святой Григорий прибыл в пустыню к святому Василию И углубился в спасительное созерцание небесных предметов. В пустыне Василий и Григорий вместе молились, Занимались и работали. С тех пор, говорит он, Я умер для мира и мир для меня. О, если бы я в ранние дни моей жизни Сокрылся в пропастях земных Или в вертепах, Или в горах, Свободный от всех суетных попечений о житейском, Я навсегда бы себя посвятил единому Христу И в удалении от шума людского Чистым умом возносился бы к Богу, Доколе, наконец, смерть не отверзла бы Надежде моей дверь неба. Но два друга инока, Призываемые нуждами церкви, Возмущаемые лжеучителями, Опять разлучились для блага церкви. Призываемый престарелым отцом, Григорий возвратился в Назианс. Отец убедил и принудил Григория Принять сан пресвитера, На принятие которого Он согласился с чрезвычайной неохотою Как по важности сана, Который требует высокой святости и способности, Так и по трудным обстоятельствам времени, В которой лжеучители Постоянно возмущали церковь. В сане пресвитера Святой Григорий занимался Наставлением оглашенных И проповедью слова. Тяготя своим избранием, Григорий вскоре удалился В пустыню Васильеву, Но снедаемый любовью К престарелому отцу своему И верному народу, Смущаемый примером пророка Ионы И страшась сделаться противником Богу, Он возвращается к празднику Пасхи В Назианск. Пришедший из пустыни На помощь церкви Назианской, Григорий неусыпно стоял на страже Для ее мира. Одной из главных его заслуг Было примирение отца своего, Епископа с иноками, Отделившимися от общения с ним За то, что он по своей простоте Подписал двусмысленное Изложение веры. Своей проповедью, Растворенной духом кротости И сопутствуемой Непрестанными молитвами, Святой Григорий успел Примирить паству Назианскую С ее епископом. В 371 году Святой Григорий, Вопреки своим ожиданиям, Избран был на степень епископа Святым Василием Великим По согласию с родителем Григория На новооткрытую Святым Василием в Каппадокии Кафедру Сосимскую. Но епископ Анфим Не допустил Святого Григория Кафедре. Григорий оставил Назианц, Удалился на одну гору И там Служил больным И назидал их поучениями. По желанию Престарелого родителя своего Григорий снова Возвратился в Назианц И сделался помощником Отца своего в делах Епископства И святого Василия Великого. По смерти отца своего Григорий остался Блюстителем Церкви Назианской Только ненадолго. Здесь он получил Известие о смерти Вселенского светильника Святого Василия Великого, При погребении которого Святой Григорий Не мог быть по болезни своей. В 379 году Православная церковь, Ободренная по смерти Валента, покровителя Ариан, И смущаемая вновь Возникшим лжеучением, Призвала Григория На защиту угнетаемого Православия Константинополь. Из всех церквей Востока Константинопольская Особенно порабощена Была лжеучителями. Кроме Ариан В ней появились Многие другие ереси, А православные, Которых было там немало, Жили без пастыря И церкви. Никто более Святого Григория Не был способен Восстановить Константинопольскую церковь. Это был муж Благочестивейший И своим благочестием Превосходил всех современников. Его добродетели, Учения, Красноречия Приобрели ему Великое уважение. Православные миряне Константинополя И епископы Призывали его принять Попечение Об оставленной церкви. Он Уступил. Святой Григорий Вскоре сделался В Цареграде Удивлением Для всех Своим Глубоким Знанием Писания, Своим Суждением Правильным И властным, Своим Воображением Плодотворным И блистательным, Своей Необычайной Легкостью Объяснения, Своей Речью Точную И Сжатою Проповеди, Им произносимые В храме Анастасии, Привлекали к нему Многочисленных Слушателей Не только Православных, Но и Разномыслящих Христиан И даже Язычников. Слушатели Волновались Около Кафедры Его Подобно Бурному Морю, Громко Выражали Знаки Одобрения Рукоплесканиями И Восклицаниями И записывали Слова Его За свое Высокое Богословское Учение О Святой Троице, Чего так Долго Лишены Были Христиане, Святитель Назван Богословом, Подобно Древнейшему Богослову Святому Евангелисту Иоанну. Простота И чистота Поведения И любомудрия Привлекли К Григорию Любовь Народа. Заботясь О восстановлении Правосудия И благоустройства Между Православными Потрясенными Лжеучителями, Святитель Сильно Припирался Против них И сделал Их Своими Личными Врагами. Они Преследовали Его Насмешками, Клеветами, Посягали На Его Жизнь, Врывались В Его Малую Церковь, Вооруженные Палками И Камнями, Влачили Его Предсудилище Как Возмутителя, Бросали В Него Камнями. На Все Оскорбления Григорий Отвечал Молчанием И Терпением Во Имя Иисуса Христа. Император Признательный Святому Григорию За его Успешные Труды На Пользу Православия Решился Верить Его Управлению Великую Или Главную Церковь Константинопольскую. По этому Случаю Множество Ориан Собралось В столицу. Все улицы Наполнились Ими. Только Император Своим Присутствием Удержал Ярость Еретиков Против Святого Григория, Который Отвечал Им Одними Вздохами И Слезами. Император И Григорий, Окруженные Духовенством, Торжественно Вступили Во Храм. Все Единодушно Криками Обнаружили Пред Императором Желание Видеть Григория На Константинопольской Первосвятительской Кафедре. Благочестивый Феодосий, Желая Водворить Мир В Церкви И Зная О Святой Жизни И Высоких Достоинствах Ума Его, Охотно Согласился На Избрание Его Константинопольским Иерархом. Но Святой Григорий Принял Избрание Только В надежде, Что на Этой Кафедре Бог Поможет Ему Соединить Восток И Запад С давнего Времени Разделенные По поводу Антиохийского Раскола. Святые Отцы Второго Вселенского Собора До Прибытия На Собор Епископов Египетских И Македонских Утвердили Святого Григория В 381 Году Архиепископом Константинопольским. Присутствовал На этом Соборе И Святой Григорий. Полагают, Что В составлении Символа Веры С Восьмого Члена До Конца Принимал Ближайшее Участие Святой Григорий Богослов. Между Тем, По поводу Возведения Григория На Кафедру Константинопольскую Возникли Неудовольствия Со Стороны Епископов. Святой Григорий Многократно Говорил В Оправдание Своё «Я Пришел Не По Своей Воле Не По Собственному Вызову Как Многие Ныне Вторгаются В Председатели, Но Призванный, Принужденный И Покорный Страху И Духу. Народ, Кипя Ревностью И Гневом, Несмотря На мой Вопль И Слёзы, Возвёл Меня На этот Престол. Когда Когда Несогласие Между Епископами Не Прекращалось, Григорий, Став Посреди Собора, Сказал «Мужи И Пастыри, Я Не Лучше Ионы Пророка, Повергните И Меня В Море, Только До Умолкнут Пренья». Святой Григорий Утвердился В своём Намерении Оставить Константинополь. Он Просил У императора Как Благодеяния Позволение Удалиться Из столицы, Представляя Причиной Своего Прошения Телесную Немощь, По которой Царь Согласился Уволить Его. Пред Своим Удалением Из Константинополя Святой Григорий Произнес Главной Или Великой Церкви Трогательное Прощальное Слово. Любезные Пастыри И Сопастыри, Вознаградите Меня За Труды. Чем Же? Не Тем, О чём Подумали Бы Некоторые, Способные Подозревать Всякого, Но Тем, Чего Безопасно Желать. Успокойте Меня От Долговременных Трудов, Уважьте Эту Седину, Почтите Моё Странничество И Введите На моё Место Другого, Кто Мог бы Во всём Удовольствовать Вас И Нести Церковные Попечения, Ибо Настоящее Время Особенно Требует Таких Пастырей А у Меня Видите В каком Состоянии Тело Истощённое Временем Болезнью Трудами На что Вам нужен Старик Робкий Ослабевший Умирающий Так сказать Ежедневно Не телом Только Но и Заботами Старик Который И это С трудом Говорит Вам Поверьте Голосу Учителя Так как Никогда Не отказывали Ему В доверенности Я устал Слушая Обвинения Моей Кротости Устал Припираясь И с Словом И с Завистью И с Врагами И с Своими Поставьте Над собою Другого Который Бы угоден Был Народу А мне Дайте Пустыню Сельскую Жизнь И Бога Отказавшись 381 году Добровольно От управления Константинопольской Церковью К великому Огорчению Царя И народа Великий Святитель Отправился В Кесарию Где И произнес Похвальное Или Надгробное Слово Святому Василию Великому Последние Дни Своей Многотрудной Жизни Святитель Провел В уединении В отеческой Весе Весь Пост Пред Пасхой Он провел В молчании И написал Стихотворение На безмолвие Во время Поста Чтобы дать Отчет В подвиге Своего Молчания И другое Стихотворение Песнь Христу Желая Прекратить Молчание Словословием Воскресшего Иисуса Христа По удалении Из Константинополя Святой Григорий Жил Около Семи Лет Проводя Время В молитве В отдохновении В лесу И в поле В путешествиях На теплые воды И в обители В переписке По ходатайству О разных Лицах И прочем Испытавши Непостоянство Настоящей Жизни Святой Григорий Изобразил Превратность Ее В сильных Чертах Много Путей Многобедственной Жизни Говорит Он И Каждый Исполнен Своих Скорбей Богатство Неверно Бедность Оковы Красота Краткий Блеск Молнии Молодость Зной Лето Старость Печальный Запад Жизни Красноречие Парящая Птица Слава Воздух Изобилие Притеснитель Супружества Ига Многочадие Необходимая Забота Бесчадие Болезнь Собрание Изобретателей Пороков Уединение Бездействия Искусство Занятие Людей Прилепленных К земле Горик Чужой Кусок Хлеба Тяжело Возделывать Землю Мореплаватели Часто Плывут К своей Могиле Страна Чуждая Приносит Бесчестие Все Здесь Скорбь Для Смертных Все Здешнее Смех Пух Тень Призрак Роса Дуновение Перо Пар Сон Волна Поток След корабля Ветер Прах Круг Всегда Кружащийся И все Одинаково Вращающий И неподвижный И вертящийся И разрушающийся И Непременный Во временах Года Днях Ночах Трудах Смертях Заботах Забавах Болезнях Лишениях И успехах И это Есть Определение Твоей Премудрости Творче И Слова Все Непостоянно Чтобы Мы Сохраняли В себе Любовь К Постоянному Одно Прекрасно И Прочно Для Человека Взять Крест И Приселяться Отсели В 390 Году 25 Января Григорий Скончался Имея 62 Года От Рождения Своего Молитвами Святителя Григория Богослова Господи Иисусе Христе Боже Наш Помилуй Нас Аминь Своего Молитвами Шоро